Ты очень похож на неё. Увидимся через несколько лет, пацан. Император Фэнсю – довольно таинственная личность в аниме «Трон, отмеченный богом». Кажется, он самый сильный злодей и главный враг человечества. С ним боролись рыцари и другие мастера уже почти тысячу лет, но никто не мог его одолеть. Он также является императором всех 72 лордов колонн. Он ими командует, поэтому является самым могущественным из них. В последней серии император Фэнсю прибыл к перевалу. Видно, что даже проекция трона была разрушена, а лидер храма ассасинов 9 уровня ничего не мог поделать. Лишь прибытие элитного отряда охотников смогло немного остановить императора. После чего он вызвал Лун Хааченя и поговорил с ним. Он сказал, что они ещё встретятся через несколько лет. И здесь нам как бы намекнули, что Лун Хаачень далеко не чужой для императора Фэнсю. Таким же он приходится для Лун Хааченя. Возможно, вам покажется удивительным, но император Фэнсю – это дедушка Лун Хааченя. Как такое возможно, чтобы император Тьмы был дедушкой Лун Хааченя, сына света? Всё просто. Мама Лун Хааченя на самом деле дочь императора Фэнсю. Поэтому Лун Хаачень официально считается его внуком. Вот почему император ничего ему не сделал на перевале. И сказал, что он похож на свою мать, его дочку. Как так получилось, что Лун Хаачень – внук императора Фэнсю? Давайте разберём его историю. Фэнсю – это шестой император монстра в истории человечества. Первый из 72 богов монстров и император-дракон Фэнсю. То есть он владелец первой колонны. Этот титул всегда будет принадлежать одному – правителю 72 богов, а также самому могущественному существу всей армии монстров. В настоящее время ему около 700 лет, и он вступил в самый могущественный период своей жизни. Однажды в прошлом Фэнсю увидел раненую и находящую себе сознание Бай Линсюань. Его привлёк темперамент и красивая внешность Бай Линсюань, и он спас её. Фэнсю назвал себя Фэнлином, притворился членом группы охотников и влюбился в Бай Линсюань. Она стала женой императора Фэнсю. После того, как Бай Линсюань вернулась в альянс храмов, личность Фэнсю была раскрыта, и он подвергся нападению двух групп охотников высочайшего уровня и понёс тяжёлые потери. После того, как Фэнсю вышел из комы, прошёл год. Когда он пошёл искать Бай Линсюань, он обнаружил, что она умерла. Но у неё родилась дочь Бай Юэ, которая будет мамой Лунхааченя. Помимо неё, у императора Фэнсю есть ещё один сын и дочь. Бай Линсюань поняла, что её муж на самом деле император Фэнсю, но всё же решила родить Бай Юэ. Бай Юэ, мама Лунхааченя, изначально унаследовала половину крови бога императора Фэнсю и его тёмную ауру. Поэтому, чтобы спасти её, Бай Линсюань использовала свою собственную кровь, чтобы обменять кровь Бай Юэ и свои собственные атрибуты со своей дочерью. Хотя она пережила обмен крови, функции её организма были в определённой степени повреждены после обмена крови. Она не только была слабой и больной с детства, но и потеряла всякую возможность совершенствования. Вот почему в аниме показано, что она болела. Лунхаачень как мог поддерживал её, и даже рыцарь печати Лунсиньюй не мог её вылечить. Когда она родилась, из-за её тёмного атрибута, священники храма подвергли её настойчивым допросам. Они отказались оставить Бай Юэ в живых, лишь благодаря матери она выжила. Это тронуло многих учителей в храме священников. Поэтому они тщательно заботились о Бай Юэ и наблюдали, как она растёт день за днём. Понятно, что Бай Юэ не хотела признавать своего отца из-за того, что случилось с её матерью, и она простила и приняла императора Фэнсю лишь намного позже. Да, мать Бай Юэ была человеческим жрецом, и она обменяла свою кровь на кровь дочери, чтобы сохранить её в живых, и в конце концов умерла из-за этого. Бай Юэ была очень обеспокоена тем фактом, что она дочь императора Фэнсю. В то время она не могла противостоять неразрешимой ненависти между людьми и монстрами, поэтому ей оставалось только сбежать и не раскрывать своё прошлое. Какой бы трудно ни была жизнь, она была готова с этим смириться. Но когда она узнала, что беременна Лун Ха Ченем, она сбежала от своего мужа Лун Синьюя, потому что не хотела, чтобы император Фэнсю нашёл её. Но тот всё же обнаружил её, забрал и держал у себя более полугода. Бай Юэ не хотела, чтобы Лун Ха Ченем родился в клане монстров, поэтому сбежала и долгое время жила в небольшом городке Один. Ну а спустя 10 лет, как мы знаем, Лун Синьюй, рыцарь печати, нашёл её и стал настоящим отцом Лун Ха Ченя. История довольно запутанная, но теперь понятно, какие отношения у императора Фэнсю и Лун Ха Ченя. Если император Фэнсю является дедушкой Лун Ха Ченя, означает ли это, что у него на 75% кровь человека, а на 25% кровь Тёмного Императора? Вероятно, так и есть. Интересно, как же в будущем они будут сражаться, дедушка со своим внуком? Довольно любопытная ситуация. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Подписывайтесь на канал и всем пока.